Ну, вообще диалектные корпуса — это довольно редкая разновидность корпусов, мне кажется, в силу своей предоявленности. Но тем не менее на материале европейских языков, в частности, английского, немецкого, испанского, эстонского, в Болгарске существуют такие ресурсы, на материале русского наиболее известен. Диалектный подкорпус в составе неценарного корпуса русского языка, саратовский диалектный подкорпус в составе другого распорядки Устья, Архангельской области. Я попыталась выстроить их в какую-то типологию, и получилось вот следующее. Собственно, корпус бобров по реке Устья — это, ну, так скажем, стандартные инструменты фонтические. Можно изучать фонетику и морфологию, но материал диалектный. Диалектный подкорпус национального корпуса, саратовский диалектный корпус — это вот такой универсальный корпус, где разные виды разметки можно изучать, соответственно, разные явления. И вот существует еще такая концепция лего-культурологического корпуса, так называемая, которую предложил саратовский лингвист Валентин Алексеевич Кольтин. Он опирался на следующее положение. О том, что диалектный корпус должен быть полнотекстовым, должен быть мультимедийным, включать лего-культурологические комментарии. И также важно было положение о том, что отразить специфику традиционной культуры можно не только через морфологическую разметку, но и через разметку текстовых параметров, в частности, темы, жанры и какие-то такие вещи. И эта идея, в общем, была подхвачена многими региональными центрами, в частности, кубанский корпус начинал создаваться, корпус университет культуры Северного Преангария, и электронский диалектный корпус тоже вписывается в этот ряд. И Кольтин говорил еще о том, что, собственно, создача репрезентативного корпуса диалектного материального языка труднодостижима в обозримой перспективе, поэтому тут есть смысл создавать такие корпуса отдельных территорий. В частности, там, где имеются богатые архивы. Ну вот, у нас имеется архив бумажный, который мы начинаем переводить в электронную форму. Ну, собственно, если смотреть строго, с точки зрения технической, наверное, все-таки это не совсем корпус, это база данных. Мы работаем в MySQL, я должна это сразу сказать. Ну и в этом году мы начали внедрять ремонтизацию на PHP-морфе, то есть, ну, вот есть некое движение в сторону все-таки корпуса. Да, и так как основная часть материала закрыта, ну, вот есть демо-версия, где можно посмотреть архитектуру, но нет доступа ко всему объему текстов, то есть доступа ко всему объему запросов, потому что мы считаем, что директологический материал включает какие-то уже персональные вещи иногда. Ну, собственно, вот, где, например, находится архитектурой. Это часть Западной Сибири, посредством и причем юрики Аби, который исследовался достаточно подробно на долгое время, и было обследовано большое количество населенных пунктов, из которых сейчас уже многие не существуют, поэтому, мне кажется, ну, вот здесь важно сохранять эту память культурную, не только радиористическое значение, иметь этот ресурс. Ну, вот из 400 пунктов, так как мы вносим это, конечно, постепенно, сейчас 60 мест есть в корпусе. И, собственно, вот первая часть архива – это записи 47 по 97 год, из которых примерно 40% подцифрованных, 13 будет размечено, и вторая часть этого материала, но экспедиция, из которых 50% подцифрована и где-то в третье размечено. Ну, вот, тут то же самое, где прям очень хорошо видно. Это вот экспедиция последнего прошлого года, собственно, наши информанты, и тогда и сейчас – это пожилые жители села, но и в основном женщины. Ну, вот, отдел, которого удалось уже достичь на данный момент – это почти полтора миллиона слов употреблений, что, в общем, для далекого корпуса, или даже по заданным, достаточно неплохо. Следами разметки дела обстоят чуть хуже, разметка пока есть экстременовистическая, паспортная, здесь все понятно, разметка тематическая, она, собственно, центральная, о ней я скажу подробнее, и разметка по типу текста, мы старались с помощью этой разметки как-то отразить вариативность наших материалов, то есть есть тексты максимально естественные, где, собственно, собиратель сидит с фотофоном, а общаются два далеконосителя или больше, то есть это вот наиболее ценный материал, мы считаем. И есть тексты, так называемые, спровоцированные, где собиратель сидит со списком слот, и мы не отличаем клапывание этих слот, ну, вот это совершенно другой материал. Доступный тип поиска, в общем-то, они совпадают основными параметлями экспериментической разметки и общей разметки. Так, тематическая разметка. Здесь важно, что маркируется отдельный фрагмент, то есть мы маркируем и весь текст в целом, да, хранится весь текст в целом, то есть в днице хранения является один коммуникативный эпизод, общение детко-носителей собирательным, а размечается по темам каждого и кусочек текста, одному кусочкам может быть персовоидом нескольких тем. И, ну, там, где возникают какие-то трудности, например, в ранней записи бывают отривочные записи, ну, отривочные записи, или разметчик испытывает трудности, это получается как автоматический фрагмент. Но, в принципе, разметка сплошная, то есть все-все должно быть размечено. Вот примерно так это выглядит, то есть мы ищем по нужной нам теме, и вот все кусочки, находятся сначала все тексты, потом все кусочки с печеницей. Ну, вот первые результаты, количественные по темам. У нас 15 макро-тем, они здесь по быванию и расположены. В общем-то, ожидаемой путь, занимается макро-тема работа, больше 4 тысяч фрагментов. Дальше примерно одинаково будет личности-социум, человек-то-худный. Но личности-социум, это по сути объединение двух наиболее важных тем, семья и родственники, и явность отчаян. Ну, вот те темы, которые слева наиболее частотные, они еще дробятся на ряд под тем, те, которые справа, уже не дробятся, но они потому что дробятся. Таким образом, корпус отражает, во-первых, сохранение вот этой традиционной культуры. Здесь в них были ценными, вот, например, материалы, и много темы на человеку-помнике, можно посмотреть обряды, дразники и какие-то другие темы. Я решила выбрать вот темы, которые стоят новые, чтобы посмотреть, как это трансформируется. То есть не только что сохраняется, но и что изменяется. Вы не слушаете со временем. Так, скажите, пожалуйста, что это на мой взгляд. Ну вот, сначала я посмотрела динамику, выбрала тему техники, посмотрела динамику по десятилетиям. Здесь получается, что, в принципе, все время количество фрагментов по теме техники, которые все равно только на 80-е почему-то немножко снижается. Не знаю, как это объяснить, но в целом это тенденция явная к возрастанию. И вот тут, конечно, маленькие цифры, но на рубеже 50-60-х такой подскочок. Мне кажется, это связано с механизацией сил, собственно, экстремистическим фактором. Дальше я попыталась посмотреть, как отличаются эти текстовые фрагменты у мужчин и женщин. Отличие получилось незначительное, но так как у нас больше примерно 2 трети женских текстов, а 1 треть мужских, я почитала относительные цифры, но разница в 3% вообще не существенная. Собственно, как разница тема техники, там получается, что какие-то вещи, вот повторяюсь, например, 5% текстов, да, всего было около 200, какое-то количество из них, посвящено рассказам о том, как появилось первое какое-то приспособление, например, первый тракт. И это было такое событие. Иногда говорится о том, что вот это внедрение техническое приспособление сопровождалось некими суевериями, ну вот тятику, гляди, черт ездит. Но этого нет в актуальной ситуации, это, как правило, воспоминаниях, то есть, ну вот, либо дети, либо, как правило, старики, ну вот были, ну вот такие группы, и вот так. Также примерно четверть текстов содержит актуализацию позиций раньше и теперь, то есть, ну вот раньше машин не было, да, сейчас они появились, это очень понятно. И эта позиция достаточно легко становится оценочной. И вот примерно внутри этих всех текстов содержит оценку. Вот тоже такой очень типичный контекст, топируем на совхоз, посмотришь, жизнь, залегуешься, машина, трагун, трактор, компания, раньше этого ничего не было. 67-й год. И, собственно, да, среди оценочных контекстов положительная оценка представлена в 18% случаев, ну и здесь понятно, почему техника прежде всего облегчает работу пристянина. и несколько реже отрицательная оценка, что связано либо вот с какими-то моральными доминантами, то есть, например, говорится о том, что техника сделала людей более алиминейными, либо с какими-то экологическими проблемами, ну вот трактор, трактор, и он не забавляет каждому минуту, и гравит, это работает, и мы земляне стало плавить ничего. Но это вот достаточно плавный текст уже в 80-х годах. И, собственно, здесь я перехожу по анализу темы экологии. Это тема состава макро, тема природы, но мы их много выделили, потому что показалось, что есть тоже некая повторяемость этой проблематики. Здесь очень хорошо, хотя цифры небольшие, всего там более 50 таких фрагментов, но у мужчин в два раза чаще, чем у женщин, получается. Эта тема, это, наверное, можно объяснить тем, что сохраняется в этой культуре, сельской традиционные гендерные роли, и вот мужчина это добытчик, который, прежде всего, занимается охотой, рыбалкой, сбором шишеками на мужчина, и, соответственно, может быть, мужчина больше выходит в социум, читает газеты, поэтому получилось вот так. У него, собственно, экология делается на две такие подтемы, это негативное влияние на техническую прогрессу на груду, и охрана приобретает первое, то есть негативное влияние. Здесь, собственно, отражается та ситуация, которая сложилась в регионе, потому что, наверное, боюсь ошибиться, но, в общем-то, второй половиной двадцатого века активно, во-первых, развивалась беззабывающая промышленность, и до сих пор так, и потом мемчина и газовая промышленность позначили развиваться, что, конечно, имело большое влияние на окружающую действительность. И вот появляются эти контексты, где вот это вмешательство такое масштабное технического прогресса в жизни христиан, в общем-то, как-то осмысляется, да, мать с сырой землей нет покоя, все изрыли, елки, полоси, не пили. Ну и вот есть какие-то более новых материалов, совершенно вещи, вызванные, в общем, опытом христиан, например, о том, что замусорили реку, и то же самое говорится о том, что выкрикнулся воздух и стало меньше грибов, и стало меньше дичи в лесу, и стало меньше рыбы в реках, то есть на все это, в общем, сельские жители обращают внимание так или иначе. Ну и вот иногда они обращают внимание и на то, что государство пытается сохранить природу, но для них это, так сказать, оборачивается штрафами и какими-то запретами и воспринимается, в общем-то, неоднозначно, потому что, ну, люди привыкли, что лес и река кормят, а здесь чем-то им запрещают, то же самое государство, да, вырубают те же самые леса в гораздо больших масштабах. Ну вот, само лобо, это тоже запрещенный вид лобо, за это строго очень строго, за одну рыбку штрафуют до 75-ти до 100-ти лет. Это тоже 70-ки годы, когда 100 рублей были гораздо дороже, чем сейчас. Ну и вот, еще интересно, что в текстовную экологическую проблематику высвечивается такое стилистическое влияние официальной деловой речи, например, там упоминается министр, ученые, то есть лексика явно заинствованная скорее всего из газет или, скорее всего, других средств массовой информации. Ну и таким образом, тема техники экологии земно-связанной включает предупоставление раньше-теперь, а здесь тема техники оборудования выкидания темперального фактора, а тема экологии гендерного. А также тема техники раскрывает стихичные мотивы первого появления и связанных с этим эмоцией и суверий, а рассуждения экологические темы могут быть провоцированы как непосредственно опытом христиан, так и деятельностью государства и суверий. Спасибо. Спасибо.